Многие рыболовы сталкиваются с проблемой выбора подходящей безинерционной катушки для своего спиннингового удилища. Основная причина этого – отсутствие опыта и понимания того, что удилище и катушка должны быть сбалансированы и соответствовать параметрам друг к другу. Попробуем разобраться в этих нюансах. В первую очередь вам нужно определиться, для каких задач вы подбираете себе безинерционную катушку. Если она будет стоять у вас на лейтовом удилище для ловли некрупной рыбы в несложных условиях, вам будет вполне достаточно катушки размером 1500-2000. Если у вас стоит задача использовать ее на medium-light комплекте, это на удилище с тестом в среднем 4,16, вам подойдет размер 2-2500 по универсальной международной классификации. Если у вас стоит задача ловить с лодки, либо тяжелыми весами, или крупными приманками, вам вполне достаточно будет размером от 2,5 до 3,5. И для heavy комплекта достаточно будет 4000 размером. Почему так важно подбирать катушку к удилищу? Потому что есть такое понятие, как баланс и гармоничная снасть. Сбалансированным удилищем вы можете долго, комфортно ловить, не ощущая веса этого удилища и получать позитивные эмоции на рыбалке. Несбалансированным удилищем, к примеру, тяжелое мощное удилище и легкая катушка. Вы, во-первых, рискуете тем, что катушка у вас не будет долго и качественно работать, потому что ресурс ее работы зависит от условий ее использования. И если вы будете нагружать ее чрезмерно большими весами или упористыми приманками, то она, скорее всего, долго у вас не будет без проблем работать. Если же, наоборот, вы поставите на легкое удилище тяжелую катушку, то вы будете испытывать постоянный дискомфорт от несбалансированной снасти. У вас будет уставать кисть руки, и вам будет некомфортно делать забросы и проводку вашей приманки. Раньше одним из важных критериев для выбора катушки у человека, который ее собирался покупать, было количество подшипников, которые были в механизме данного изделия. Пользуясь этим, недобросовестные производители часто декларировали в своей катушке 10 или даже 12 подшипников. При этом эти подшипники были некачественные и стояли не в тех местах, где им нужно для того, чтобы катушка работала без проблем, качественно и чтобы имела бархатный ход. Есть такая штука, как кинематическая схема катушки, которая находится в каждой катушке внутри коробки. Вот выглядит она приблизительно вот так. Здесь катушка показана в виде отдельных запчастей, и эти запчасти подписаны. Подшипники здесь подписаны, подписаны по-английски. По-английски подшипник пишется слово «ball bearings». Вы должны понимать, что основным критерием является качество этих подшипников и расположение их в правильных узлах и агрегатах вашей катушки. Кроме того, важно еще понимать, являются ли эти подшипники коррозионостойкими. Поскольку ваша катушка постоянно имеет контакт с водой, брызги воды во время рыбалки, туман, дождь, то ваши подшипники должны быть защищены от действия влаги. И, кроме всего прочего, эти же подшипники будут хорошо функционировать в условиях ловли в соленой воде. Поэтому вы при покупке катушки, пожалуйста, поинтересуйтесь, являются ли подшипники коррозионостойкими. Одной из основных задач во время рыбалки является дальний и точный заброс вашей приманки. На это, в первую очередь, влияет форма и глубина вашей шпули. Шпули бывают двух типов – глубокая и мелкая. Мелкие шпули предназначены для использования с тонкими шнурами и с небольшими их размотками. В среднем туда помещается 150 метров рекомендованного производителем диаметра шнура. Глубокие шпули предназначены для использования на троллинг, на ловлю на очень больших глубинах, часто это бывает в процессе морской ловли. Или, если вам необходимо иметь большой резерв шнура на своей шпуле, в случае, если у вас во время рыбалки не будет возможности обновить его в случае зацепов, обрывов и так далее. В идеале, при покупке катушки, вы должны ее выбрать с двумя шпулями сразу в комплекте, либо производителям должна была быть предусмотрена возможность докупить отдельно шпулю для этой катушки. Вы тогда сразу одной покупкой закрываете сразу две задачи. Кроме того, шпули бывают выполнены из двух материалов, из пластика и из металла. У пластика есть только одно позитивное качество, это его низкий вес. Но на этом все позитивы заканчиваются. Этот материал очень легко повреждается, его бортик после повреждений становится совершенно шершавым, и из-за этого вылет шнура и его повреждения во время вылета являются большой проблемой. На качественный дальний заброс также влияет и форма переднего бортика шпули. Вот, к примеру, катушка «Фаворит Сапфир». Здесь вы видите такой вот скошенный под 45 градусов передний бортик. Этот бортик позволяет всходить шнуру ровно, легко и без петель. Но самое главное условие при наматывании шнура на такую катушку с таким бортиком, это не превышать объем наматываемого шнура выше нижнего края этого бортика, потому что иначе есть риск, что у вас будут сбрасываться петли. Желательно сразу при покупке поинтересоваться наличием регулировочных шабб внутри коробки вашей катушки. Они помогают вам изменить профиль намотки, если вас чем-то не устраивает стандартный, фабричный, настроенный на заводе профиль. Очень важным и полезным механизмом в конструкции катушки, находящемся внутри ее шпуль, является механизм фрикционного тормоза. Работа по его настройке заключается во вращении гайки фрикционного тормоза по часовой стрелке. Это зажатие тормоза, увеличение усилия. Против часовой стрелки это ослабление тормоза. Для чего он нам необходим? В случае любых нештатных ситуаций на рыбалке, будь то поклевка крупной рыбы, зацеп за корягу и резкий рывок при этом, вы должны быть уверены, что у вас не порвется шнур, а фрикционный тормоз будет выступать своеобразным предохранителем, который стравит этот шнур и позволит иметь вам время на определенную реакцию в этой нештатной ситуации. В последнее время спиннинги становятся все более легкими, и поэтому катушки тоже должны за ними поспевать и становиться легче. Материалы, из которых изготавливается корпус катушки, бывают двух типов. Это пластик и это металл. Металл имеет тяжелый вес, но он надежен, он жесткий, он позволит вам долго и много лет использовать в интенсивном режиме вашу катушку. Есть такая тема, как композитные материалы на основе углерода и пластика. Это углепластиковые материалы, у разных производителей они имеют разные названия. У одних они называются СИА4+, у других Зайон, у третьих Эйрлайт. Эти материалы позволяют быть корпусу катушки как легким, так и достаточно жестким, что очень немаловажно во время процесса вашей рыбалки. На корпусе катушки или на ее упаковке вы можете увидеть такие цифры, как, например, 5,2 к 1. Что это значит? Это передаточное соотношение механизма катушки. Оно свидетельствует о том, сколько полных оборотов ротора придется на один полный оборот рукояти вашей катушки. Для чего это нужно знать рыболову? Это позволяет вам понимать, с какой скоростью у вас будет проводиться ваша приманка во время ловли. Чем большая скорость, с которой катушка мотает шну, тем, как правило, более мелкие зубцы на ее главной паре. Это позволяет с большой скоростью ей вращаться, но при этом ресурс катушки становится немного меньше. При одинаковом размере такого же колеса, но с меньшим количеством зубьев. Если зубьев на колесе меньше, то эта катушка относится к классу тяговых. Это в среднем, скажем, справедливо для катушек с передаточным соотношением 4,4 к 1. Но, опять-таки, это все специфические изделия, как тяговые катушки, так и скоростные. В среднем используется передаточное соотношение 5,2 к 1. Оно используется практически всеми производителями. И оно является наиболее универсальным для наших условий рыбалки, для наших рыболовов. Придирчивые опытные пользователи оценивают катушку еще и по наличию люфтов. Одним из самых проблемных мест по люфтам было всегда рукоять катушки. В старых моделях этот узел начинал люфтить в среднем через какой-то короткий промежуток времени. Сейчас технические новшества позволяют сделать этот узел жестким, не люфтящим, при помощи рукояти, которая вкручивается непосредственно в ось головной пары. Здесь имеется достаточно мощная длинная резьба, которая заходит на всю глубину оси главной пары. И выкрутив рукоять, вы увидите вот эту вот резьбу. При необходимости вы можете поменять рукоять катушки на другую сторону, что позволяет успешно ловить катушками как левшам, так и правшам. Покупая катушку, как и любой высокотехнологичный товар, вы должны быть уверены, что с временем, с ее интенсивной эксплуатацией любые возникшие проблемы с запчастями, сервисом, ремонтом, гарантией, будут решены тем продавцом, у которого вы ее купили. Поэтому всегда интересуйтесь наличием гарантийного талона, доступностью запасных частей и расходных материалов. Подведем итоги. Покупая катушку, обращайте внимание, чтобы она была с двумя шпулями, чтобы корпус у нее был легкий и жесткий, чтобы подшипники были надлежащего качества и установлены в необходимых местах. Желательно, чтобы у нее была ручка, которая вкручивается в возглавной пары. Ну и по моему мнению, при ограниченном бюджете всегда стоит отдавать преимущество топовым изделиям менее известных брендов, потому что более известные бренды со своими дешевыми изделиями, как правило, не предлагают такого количества технических новинок, легких материалов и продвинутых инженерных решений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова